Казанцева Екатерина, Сергей Куцко, Волты. Но зато грибы какие! С благодарностью она посмотрела вокруг, и только собралась было уходить, когда дни кусты неожиданно вздрогнули, и на поляну вышел зверь. Глаза его цепко следили за фигурой девушки. «Ой, собака!» — сказала она. Где-то недалеко построились коровы, и знакомства в лесу с пастушьей собакой не было им большой неожиданностью. Но встреча с еще несколькими парами звериных глаз вела в оцепенение. «Волки!» — вирхнула мысль. «Недалеко дорога! Бежать!» Да силы исчезли. Корзинка невольно выпала из рук. Ноги стали ватными и непослушными. «Мама!» — этот внезапный крик приостановил стаю, которая дошла уже до середины поляны. «Люди! Помогите!» — треекратно пронеслось над лесом. Как потом рассказывали пастухи, «Мы слышали крики, думали, дети валуются. Это в пяти километрах от деревни, в лесу!» Волки медленно подступали. Впереди шла волчица. «Бывает так у этих зверей. Волчица становится во главе стаи. Только у нее глаза были не столь свирепы, сколь изучающие. Они словно вопрошали. Но что, человек, что ты сделаешь сейчас, когда нет в твоих руках оружия, а рядом нет твоих сородичей?» Девушка упала на колени, закрыла глаза руками и заплакала. Внезапно к ней пришла мысль о молитве. Словно что-то встрепенулось в душе, словно воскресли слова бабушки, памятные с детства. «Богородицу проси!» Девушка не помнила слов молитвы. Осеняя себя пресным знамением, она, в последней надежде на заступничество и спасение, просила Матерь Божию, как свою маму. Когда она открыла глаза, волки, минуя кусты, уходили в лес. Впереди, не спеша, опустив голову, шла волчица. Впереди, не спеша, опустив голову,